Пару недель назад у меня получались ужаснейшие иероглифы, когда я писал левой рукой. Но на сегодняшний день можно сравнить, что получается уже достаточно хорошо. Надеюсь, что там все сфокусировалось. И как мне удалось развить левую руку, если я правша? Удалось мне это за 5 пунктов, которые мы обсудим сегодня в данном видеоролике. Первый пункт будет писать больше левой рукой. Второй пункт рисовать больше левой рукой. Третий пункт это печатать больше на клавиатуре, в том числе левой рукой. Четвертый пункт будет у нас обсуждение этого пункта. И пятого пункта тоже будет обсуждение. Смотри до конца, чтобы узнать все секреты. Соответственно, друзья, всем здорово, как у вас настроение? Меня зовут Егор. И на этом канале у нас множество полезных материалов по вдохновению, мотивации и также вообще развитии себя. Если ты хочешь быть хорошим челом, то, пожалуйста, ставь лайкосик. Если хочешь тоже развиваться, подписывайся на данный канал. И также дай мне, пожалуйста, знать в комментариях, какой навык мне еще развить. То есть я могу выучить это за тебя и потом тебе подсказать, как это сделать. Хорошо? Собственно, давайте пойдем по порядку. Какие у нас есть пункты? Первое. Тебе необходимо писать левой рукой. Да, естественно, если ты хочешь прокачать левую руку, то необходимо писать. Обязательно. Потому что, смотри, это мои первые, можно сказать, наброски. Но не первые, это, наверное, день третий где-то шел. Я пытался, писал левой рукой. Когда ты пишешь левой рукой, сперва это некомфортно, потому что твоя рука привыкает к движениям. Она привыкает к вертикальным линиям, горизонтальным, круговым линиям, также перекрестиям, также отмерять дистанцию учится твой мозг. Потому что тут работает как рука, моторные действия, так и наша голова, которая это все анализирует. Второй пункт, который необходимо сделать, это рисовать больше левой рукой. Потому что, по сути, писательство это то же самое, что и рисование. Когда ты, вот, выводишь букву, по сути, ты выводишь определенный образ. Нолик, вот нолик, да, и болик. Нолик, это у нас специальная голова, считай, у человека, да. Или же буква Н, это у нас два, можно сказать, какой-то разрез. Ну, вот представь, где какое-что-нибудь, подумай, это решетка как будто, решетка маленькая, маленький кусочек решетки. То есть рисуй больше левой рукой, и тогда пойдет скил дальше. Я помню, как в детстве, я вот до сих пор помню этот запах, даже шариковой ручки. Я помню, возил вот так вот по бумаге, когда я был мелким. Мне, наверное, года 4 было или 5, я ходил в детский сад, помню, вот так вот малюкал там, и нюхал потом краску, как она пахнет. Токсикоманом было еще тем, да, пожалуйста, знать в комментариях, если тоже так делал, или до сих пор так делаешь, понюхаешь краску. И я вот начал вот так вот малевать, потом понюхал, запах тот же практически, как из детства, как будто. Кто-то мороженое вспоминает, а Егор вспоминает вот это. И я понял, что чем больше я практикую рисование левой рукой, тем лучше получается. Вот если глянуть, смотри, вот тут вот, хотя тебе навряд ли видно. В общем, суть в следующем. Сперва у тебя движения более такие линейные получаются, отрывистые, импульсивные, а потом они превращаются в некоторую гладь такую легкую, легато, можно сказать. Если ты музыкант, то знаешь, что такое легато. В принципе, это вот когда вот так вот тянется нотка туда-сюда, а стаката это вот так вот импульсивно. Хорошо? Собственно, друзья, рисуем. Третья вещь, которую необходимо делать, это больше печатать. Вот смотрите, у меня есть вот такая вот клавиатура, и печатать не вот так вот, там два-три пальца использовать, а всю руку, то есть четыре пальца использовать, при том вот мизинец, чтобы ходил сюда, и сюда тоже ходил. Это для чего делается? Для развития координации нашего мозга, потому что наш мозг становится намного более активным, намного более таким, я могу, я, да, Моргенштерн, я иду вперед. Соответственно, практикуй также писательство на печатание, точнее, на клавиатуре, и я думаю, что у тебя все получится. Четвертый пункт, который я не сказал в самом начале, это занятие пэнспиннингом. Пэнспиннинг, я вот недавно начал заниматься барабанами, и понял, что можно вот так вот крутить всякие палочки, и тем самым можно прокачивать свою руку, потому что, по сути, в этом участвует наш мозг, в этом участвуют мышцы наших пальцев. У меня правой рукой лучше намного получается, вот так вот. То есть, видишь, крутится, и правой рукой это получается лучше, потому что она более отработана, она более такая... Хорошая. Я хотел бы сказать с точки зрения... Ну, знаешь, задроты есть в играх, и я хотел это на коренное слово сказать, но не стал. Собственно, ты можешь крутить точно так же ручечку, допустим, вот таким вот образом, и... Ну да, ручку, конечно, она падает. Ты найди какой-нибудь прибор побольше, например, дудку вот такую, блокфлейту, да, и можешь ее крутить. То есть, найди что-то, либо же палочки от суши. Это тоже как вариант. Это реально прокачивает некоторые вот тут вот мышцы. Мне так показалось, и я рисовать начал лучше даже правой рукой. То есть, лайфхак для даже художников. Что-то упало, я только не могу... А, вот, лайфхак даже для художников. Если вы хотите отточить технику свою, вот, реально, пробуйте даже крутить пен спиннингом, заниматься правой рукой, потому что ваша рука будет более свободная. И в том числе, это лайфхак не только для художников, а кто использует руки в своей ежедневной деятельности. Наверное, все... Я такой задумался, а кто не использует. Ну, наверное, инвалиды... Ладно, не ок, шутка, осуждаю, если что. Такие шутки. И, собственно, друзья, в общем, вы можете использовать пен спиннинг как прокачку навыка. И пятый пункт, который вы тоже можете использовать, это игра на музыкальных инструментах, а также применение других хобби в ежедневной деятельности, которые задействуют нашу левую руку. Пример. Когда я играю на фортепиано, то я прокачиваю свои левые пальчики. Я там беру какую-нибудь квинту, либо же кварту, либо же там просто пробегают они в октаву у меня вот эти два пальчика, либо же как-то двигаются, соответственно. И, кстати, вот, друзья, кто сейчас досмотрел до пятого пункта, будет еще бонус, поэтому смотри до конца, да? И, соответственно, пальчики двигаются. Аналогично чистка зубов. Тоже это своеобразное движение, которое мы используем. Кушать супчик левой рукой, это тоже прокачка нашего мышления, наших мышц, которые находятся здесь вот. Поэтому, пожалуйста, делайте, становитесь амбидекстром. И шестой пункт, который я хочу упомянуть, это будет бонусный, поэтому поставь сразу лайкосик, подпишись на канал еще раз. Блин, у меня в голове только что был, 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 реально был, был метод. Вот так, мы сказали про музыкальные инструменты, про... А, пальчиковая гимнастика, пальчиковая гимнастика, во, смотрите, упражнение... Реально, вспомнил, забыл сразу. Пальчиковая гимнастика, смотри, одной рукой делаешь пистолет, другой рукой нижний пистолет. И вот так вот проводишь и меняешь. Проводишь, меняешь. Вот таким вот образом, чтобы потом вот так вот быстро все это делалось. Также можешь вот таким вот образом делать. То есть менять. менять. И можно аналогичным образом здесь сделать. Вот так вот провести, поменять, провести, поменять. Это тоже очень хорошо прокачивать твои навыки. Если ты пианист, это вообще очень крутая тема. И в том числе ты намного лучше начнешь писать, рисовать левой рукой и правой в том числе. Она будет более подвижной, пальчики будут такие игривые и замечательные. Из того, что возможно тебе интересно, какие упражнения делать, то есть более конкретные упражнения. Делай больше линий. Линии, штриховка вертикальная. Это для художников по сути пригодится. Штриховка вертикальная сверху вниз, штриховка вертикальная снизу вверх, горизонтальная слева направо, горизонтальная справа налево, диагональная слева направо, справа. Ну то есть все вот эти вот вещи, загогульки различные, кругляши вот такие вот крутить. Тоже это тоже хорошо, с ручкой рисовать это. И просто малевать таким образом, либо же сильнее нажимать, слабее нажимать. Это тоже одна из вещей, потому что используется несколько паттернов. Паттерн нажатия, сильного нажатия или слабенького нажатия. Это нужно откалибровать. И также паттерн, который использует паттерн для тех, кто, возможно, не знает, это определенная способность нашей руки, определенный штрих, можно сказать, определенный стайл. В общем, это первая степень нажатия, а второе это наш паттерн рисования, паттерн узора, который мы наносим. Собственно, друзья, вот были все лайфхакции, которые ты можешь использовать. Как только у меня рука станет вообще идентична правой, то есть я левой начну делать точно так же, как и здесь, то я выпущу еще один видеоролик, как у меня двигался прогресс. Сейчас уже ты можешь глянуть, тут где-то было, надеюсь, что у меня здесь нет никаких запрещенных слов. В общем, вот так вот у меня двигался прогресс левой рукой. Это третий день примерно. Ага. Собственно, ты теперь знаешь, как двигаются мои пальчики. И, надеюсь, и у тебя тоже будут они игривые, хорошие такие, очень хорошо двигающиеся и быстрые. Спасибо большое за просмотр. Желаю тебе всего наилучшего. С тобой был солнце, улычка, горлычка, такой вот поцелуйчик. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok